Разгвардейцы с оружием, специалисты Роспотребнадзора в защитных костюмах с тепловизорами, полиции, инспекторы ДПС. На границу с Новосибирской областью, где развернулся один из временных пропускных пунктов, стянулись едва ли не все силовые структуры. Теперь здесь останавливают все легковые машины. У пассажиров и водителей спрашивают документы о целях визита и спрашивают о сроках пребывания в регионе. Ну а затем вручают памятку, на которой написано, что они должны самоизолироваться на 14 дней. Строгие ограничительные меры на въезд стартовали с полуночи сегодняшнего дня. За это время границу пересекли около тысячи машин. Лишь две развернулись обратно, другие, видимо, смирились с домашней самоизоляцией. Но, естественно, есть и те, кто категорически с ней не согласен и даже не знал о ней. Я не планировала, что меня будут снимать. Вы проживаете в Барнауле? Да, я прописанно в Барнауле, но работаю в Новосибирске. У меня есть правка с места работы, что я являюсь работой. Вы к нам заезжаете на две недели. Через 14 дней сможете выехать. Вы знаете, я только что сидела 14 дней на самоизоляции, и у меня есть два отрицательных анализа, на которые я только что прилетела из Триланда. Но отрицательные анализы никого не волнуют. Сразу вручает памятку о самоизоляции и просят подписать. Девушка не может этого сделать. Наработал в Новосибирске и уже 7 мая. Я должна как-то зарабатывать деньги, иначе мне просто есть будет нечего, понимаете? Вы заполните документы, чтобы вы въехали в Алтайский край. И счастливого пути. Все, но чтобы не было никаких 14 дней. Да как есть 14 дней, вы что? Сейчас я пополню, все хорошо? Действительно? Убери. Убери камеру. Просто непонятно. Знаете, очень странная ситуация сложилась. Всем въезжающим на территорию Алтайского края вручают памятку, где говорится, что они должны соблюдать режим самоизоляции. Но сотрудники здесь присутствующие говорят, что они не должны соблюдать режим самоизоляции. Вот и непонятно. Но девушка читать умеет. Она поняла, что ее вводят в заблуждение, к слову, сам заместитель главы Тольменского района. Я поеду на работу. Вы же грамотный человек. Кто? Кто? Вам скажут, посиди 2 недели в Алтайском крае или отдай 15 тысяч штрафа. Другим же про штрафы ничего не сказали. Они спокойно подписывают сами, не понимая что. Сказали, что выпустят. Я поэтому заполняю, что это чисто формальность или все-таки нет. Они должны находиться дома. В каждом районе созданы группы, которые проверяют режим самоизоляции. То есть они визуально подошли к дому, позвонили. Он подошел к окну, либо через дверь пообщались. Что он действительно, этот человек находится. Если его нет на месте, то фиксируется, что его нет на месте. В случае нарушения что им грозит? Административная ответственность. От 15 тысяч до 40 тысяч. А этот мужчина приехал к нам из Рязани. Ему нужно в республику Алтай. Там должен ремонтировать аппараты ИВЛ. А в республике, как мы помним, правила въезда те же, что и у нас. Я настрою и буду дальше на карантине. То есть я за сегодня справлюсь, все это сделаю. Запущу эти аппараты искусственной вентиляции легких. Получается, в городе Горно-Алтайске, чтобы люди больные пневмонией или с подозрением на COVID-19 могли получить лечение. Кстати, въезд для грузового транспорта беспрепятственный. Большегрузы даже не останавливают для проверки документов. Как работает контрольный пункт, приехал проверить и заместитель председателя правительства региона Александр Климин. Сколько выписали наши коллеги из Роспотребнадзора в постановлении уведомлений? За ночь было выписано с нуля часов до 8 утра 136 уведомлений. На 11 часов с 8 до 11 еще 120. Ну, эксцессов не было. Говорят, что двое возмущались тут, не хотели получать уведомления. Ну, а те, кто получил, говорят, что такой документ им вообще не указ. Ну, я не могу, мне через 4 дня на работу. Меня кормить никто не будет. Ну, вы заполните удостоверение. Ну, давайте. Уведомления, вернее. А если вас не выпустят обратно? Объеду вон там. Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком.